В Казахстане по этапно начнут повышать тарифы на коммунальные услуги, в среднем на 20-30%. Шаги объяснили в правительстве, связанной с высоким износом коммунальной инфраструктуры. Устарелые нуждаются в реконструкции больше половины инженерных сетей. По этой программе планируют привлечь почти 3 миллиарда тенге вложений. Финансы поедут на ремонт свыше 60 тысяч километров инженерных сетей. Это позволит снизить износ на 20%, считают эксперты. Они уже разделили коммунальные объекты на три группы риска. В красной зоне сейчас 27 ТЭЦ. На их ремонт планируют потратить почти 60 миллиардов тенге. Все эти расходы коммунальщики уже заложили в новые тарифы. Оплачивать по ним казахстанцы будут уже с августа. По расчетам Министерства нациоэкономики, средний чек для двухкомнатной квартиры увеличится примерно на 20-30%. В денежном выражении это примерно 3-4 тысячи тенге. Повышение тарифов не коснется малообеспеченных семей. Они могут рассчитывать на компенсацию части затрат за коммунальные платежи. Помимо этого, найдет решение проблема с бесхозными сетями. Их по стране больше 25 тысяч. Поэтапная передача в доверительное управление или в коммунальную собственность позволит увеличить охват потребителей. Все должно быть максимально прозрачно. Это поручение премьера. Уже сейчас казахстанцы могут отследить каждый этап регулирования сферы естественных монополий. Он оцифрован и содержится в электронной базе «Монополист». Тут и заявки, и отчеты, и закупки. Скрыть, уверяют разработчики, ничего не получится. Больше трех лет станции и коммунальные предприятия республики работали практически без доходов. Поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались. Для эффективной модернизации капитального ремонта систем жизнеобеспечения была предложена программа «Тариф в обмен на инвестиции». Половина тарифа, изменение тарифа, она уйдет на зарплату. Это повышение зарплаты 200 тысячам сотрудников сферы ЖКХ. Это слесари, сантехники, строители, у которых зарплата низкая. Минимально 80 тысяч тенге, средняя где-то 135-140 тысяч тенге, что в два раза ниже средней по стране. А здесь зарплата увеличится до 200-300 тысяч тенге. Более 4000 поликлиник и фельдшерских пунктов построят в России в рамках модернизации первичного звена. Об этом президенту доложил министр здравоохранения. Также Михаил Мурашко рассказал о ситуации с лечением онкологических заболеваний. Врачам в работе помогает и Росатом. С помощью ядерных технологий проводят лучевую терапию и получают эффективные радиопрепараты. В прошлом году стало известно, что российские ученые разработали новый метод диагностики рака кишечника. На ранних стадиях по анализу крови пациента сотрудники Томского государственного университета и НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра обнаружили новый маркер, который указывает на наличие этой болезни. Из-за простоты сдачи крови по сравнению с гистологическим анализом авторы исследования надеются на широкий охват пациентов. Благодаря этому шансу на раннее обнаружение онкологии ее успешное лечение увеличится. В прошлом году диагностика на ранних стадиях, на первой и второй стадии составила 59,5%. Это самый высокий показатель вообще за всю историю Российской Федерации, поэтому это работает. И по онкологии результатом стало снижение смертности за время внедрения проекта более 7,5% уже с ранее с 2019 годом. Это, конечно, такая вообще уникальная вещь. Конечно, здесь работают и все высокие технологии, которые есть. На сутки центр Бишкека остался без воды. Ее отключили из-за масштабного ремонта водопровода. Взамен жителям мэрия предоставила родниковую. Ее подвозили прямо во дворы. Между тем, около сотни сотрудников Бишкек-водоканала без перерыва на ночь и обеды меняли трубы и приводили в порядок водозаборную башню. Объем работы оказался большим. Общая протяженность труб под столицей – полторы тысячи километров. Все они были проложены во времена Советского Союза. 80% из них уже износились. Колоссальный объем работы надо проделать в каждом участке. Это замена задвижек, плюс установка новых задвижек диаметром 600 миллиметров, а также 400 миллиметров. Таких задвижек у нас по несколько штук. Это только внутри водозабора, а также идет у нас обеззараживание резервуаров. В Южной Корее столкнулись с резкой нехваткой педиатров. Проблема в том, что уровень рождаемости в стране в 2022 году упал на 0,78%. В итоге врачи теперь все чаще выбирают другие области медицины, где, по их мнению, у них есть будущее. Педиатры говорят, что власти должны выделить дополнительный бюджет и привлечь в сферу больше врачей. Они также говорят, что им нужно повысить зарплату, поскольку они самые низкие среди врачей других профилей. Так в стране процветают курсы по переквалификации педиатров. Они уходят в индустрию красоты, учатся делать инъекции ботоксом или лечить хронические заболевания у взрослых. Стоит отметить, что страна выделяет огромный бюджет, чтобы поднять уровень рождаемости. При этом многие семьи боятся заводить второго ребенка именно из-за нехватки детских врачей. «В других странах правительство платят достаточно, чтобы содержать детскую больницу, даже если она принимает 20 пациентов в день. Но в Южной Корее это около 10 долларов за одно лечение. Этого недостаточно для содержания детской больницы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова